Есть вещи приятные, есть вещи полезные. И только немногие сочетают в себе и то и другое. Еще дорожание, не старение. Таковым мы отнесем изделия из драгоценных металлов. И камни, типа брюлентов. Но не подумайте, что за ними мы пойдем в ювелирные салоны. Нет, нам нужно золото и серебро высшей пробы. И за ним мы отправимся в Магнитогорское отделение Сбербанка России. Валюта в Сбербанке продолжает пользоваться большим спросом. И как альтернатива валюте у нас появились еще очень интересные для наших клиентов и современные методы вложения средств. Денежных средств. Это обезличенные металлические счета. У нас обезличенные металлические счета открываются в Сбербанке в золоте, в серебре, в платине и палладии. Смысл, экономический смысл операции с драгоценными металлами заключается в том, что клиент получает доход за счет удорожания металла и за счет роста на рынке драгоценных металлов. Если сравнивать в долгосрочном перспективе, металлы все растут. Абсолютно. И золото, и серебро, и платина, и палладия дают положительную динамику. Мы, Сбербанк России, работают на протяжении 10 лет золотом и серебром. И мы можем явно отследить вот такую положительную динамику. Если брать даже прошлый год, вот прошлый период, значит, если взять июль, например, то средняя цена где-то была в районе 540-545 рублей за грамм. Сейчас уже у нас, сейчас вот немножко рынок у нас подсел, как мы говорим. До недавнего времени мы продавали клиентам под 728, были выше даже весной 773. То есть динамика очень выражена. Позапрошлый год золото было, вело себя более стабильно, да, таких толчков. А если взять, проанализировать 2-3 года назад, то это на уровне еще 300-400 рублей. То есть практически в два раза на протяжении 2-3 лет. Эти монеты изначально имеют еще и нумизматическую ценность, потому как их мало. Помните юбилейные рубли СССР? Так вот, в ходу, конечно, они были. Но отдельные стоили до 20 номиналов. И такая история повторилась уже в этом, в 2008 году, в Китае, где выпускали ограниченную олимпийскую серию. Давно уже существует традиция у нашего населения приобретать, значит, золотые изделия. Как правило, это выражалось раньше в ювелирных изделиях. Сейчас появилась такая уникальная возможность приобрести монеты из драгоценных металлов. У нас, в частности, представлено золото и серебро. Здесь вот у нас представлена экспозиция. Вот, например, такая монета продается только в Сбербанке России. Весом 3 килограмма посвящена году сувеньи серии «Лунный календарь». Вот такие вот замечательные монетки серии «Лунный календарь» выпущены Армении. Распечатаны они польским монетным двором. И у нас в этом году ожидается поступление всех знаков заделока. 12 штук. Так что любой может и в качестве коллекции приобрести, и на подарок любимому, и человеку, и отметить день рождения своего ребенка и другие любые памятные события. Теперь когда и для чего приобретаются эти вещи? В качестве презента однозначно. Действительно, это универсальная возможность сделать человеку приятным. Причем вне зависимости от пола и возраста. Если так случится, то не только вы один преподнесли один и тот же с виду подарок, а в случае идеального состояния последнего, здесь же, в Сбербанке, владелец с небольшой доплатой может его поменять на оригинальный. Ну а когда таковых накопится много, все это легко передается наследству. Причем в многократно при умноженном финансовом состоянии, либо при недостатке наследников, можно на пенсии крутануть на всю катушку. Это и фетиш, и вложение денег. То есть вы можете любоваться бесконечно приобретенной вами коллекцией. А также мы не забываем о том, что как металлы растут в своей цене, так и монеты, выпущенные всего лишь однажды. Например, как вот такая монета Рублев, выпущенная в 2004 году, была по цене 20 тысяч рублей, сейчас она уже достигает 140 тысяч рублей. То есть ее ценность еще, именно как мы говорим, но безоматическая ценность выросла под 7 раз за 4 года ее существования. Безусловно, свободное охраждение монет из драгоценных металлов невозможно без наличия сильной и стабильной экономики. Таково, если вспомнить, не было уже практически 80 лет на территории России, так как последние золотые червонцы выигрывали в 30-х, прошлого столетия. Банкноты же никогда не обеспечивались ни золотом, ни серебром. Но сегодня и сейчас реальные накопления в реальной, не обесценивающейся форме делать можно. И драгоценные камни и металлы не подвержены инфляционному удешевлению, так как по технологии добычи с каждым годом все сложнее их найти. Но сегодня и сейчас Сбербанк России позволяет вам сделать грамотное и действительно взвешенное решение, которое может означать только одно – взаимное доверие граждан России и крупнейшие финансовые структуры друг к другу, так как только немногие государства открывают доступ к своим золотовалютным резервам для собственных граждан. А значит, эти граждане и являются сегодня резервом и мочью России. Взять историю Сбербанка России, которому уже 167 лет, я думаю, традиции все его будут продолжены. Наше Магнитогорское отделение Сбербанка России, в частности, начинает выкуп монет. То есть мы активно будем работать со своими клиентами. Ну и если брать географию, значит, скажем так, монет, выпущенных разными зарубежными монетными дворами, то я думаю, она тоже будет расширяться. То есть сейчас уже свыше 50 государств работают со Сбербанком России.